и снова здравствуйте вы на канале цветочная терапия с натальей вот это вот розочка динки такое осеннее цветение хочу немножко поговорить о том вот позапрошлый выпуск я выпустила о железном купоросе поступило много вопросов я сама вот задавалась такой целью надо ли добавлять для искореняющей обработки железный раствор железного купороса лимонную кислоту знаете да на канале про цветок иван русских говорит что как-то один выпуске смотрю он пишет надо добавлять второй выпуске смотрю не надо добавлять я понимаю что мнение меняется наверное наука не стоит на месте что-то вот до новые какие-то ну может быть там теории или какие-то предположения но вот как как практик вот как как бы садовод смотрите что для себя какое мнение решила решила я когда мы добавляем раствор железного купороса лимонную кислоту он превращается в хелат железа а что такое хелат железо хелат железо это удобрение которое мы используем при нехватке при другой болезни когда у растения не хватает железа или на почвах у которых ph около 7 или больше получается тогда растение недополучает как бы железо и нужно будет обрабатывать и землю вот именно хелатом железо доступная форма для растений при нехватке вот этого вот химического элемента но раз осенью мы применяем для искореняющей обработки то как бы искореняющая обработка нам же мы же не лечим хлороз на растениях мы применяем как бы хелатную не хелатную форму а просто и его фунгицидные свойства свойства те которые способны убить болезни на растениях и знаете я для себя решила что я не буду добавлять лимонную кислоту для искореняющей обработки вот я это буду вот частности я говорю о розах розы я буду обрабатывать 3 процентным раствором железного купороса значит на 100 литров водой на 10 литров воды я разведу 300 грамм это будет по стволикам и по листьям а вокруг опять же я вдаваясь в этот вопрос вычитала что можно вокруг куста землю обрабатывать с 5 процентным раствором чтобы больше там как бы вот если 5 процентным по стволикам розы значит мы розы повредим вокруг землю 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 можно обрабатывать землю вокруг вокруг нашего куста так что еще выяснила за вот это время что лучше растворять конечно в теплой воде если мы берем 20 20 с температуру 20 градусов то растворяется где-то около двадцати трех процентов ну вот этого порошка голубого если берем около 50 то уже около 50 процентов растворяется ну вот это вот железо как бы как бы для искореняющей обработки что еще если мы только используем и добавляем железный купорос с водой то это только как фунгицид сам справиться с еще с насекомыми всякими он не способен поэтому ну вот конечно килограмм карбамида я туда добавлю я добавлю килограмм карбамида и 300 грамм железного купороса на 10 литров воды и разводить это буду в теплой воде вне металлической посуде так как написано на упаковке но почему я так решила вот розы мои как бы я их в течение вегетационного периода проливала хиалатами железа я им проливала я лечила болезни хлороза вот у меня монстрит вот болела хлорозом винчестер кафедрал я проливала хиалатами железа и как бы и но сейчас же я то хочу чтобы это было искореняющее действие а если я приведу в хиалат ную форму будет ли она искореняющий вот понимаете вот тоже я не химик я на этот вопрос не могу дать как бы ответ вот это винчестер кафедрал я и лечила от хлороза так чтобы еще сказать поэтому для себя вы решайте конечно сами для себя я решила так что я не буду добавлять да наверное надо доверять какому-то мнению но я считаю что все таки доверяй но проверяй спасибо за внимание если вы согласны со мной заставьте лайки если не согласны ставим где ставьте дизлайки и опять же как я говорю в конце своего выпуска давайте порассуждаем только в споре рождается истина спасибо за внимание